Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в четвёртый выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске запустили конкурс с розыгрышем двух доступов в Tarkov, за что отдельное спасибо спонсору АК. Но пока ответы от победителей я не получил. По истечению 24 часов, если не отзовётесь, я выберу следующую двойку комментариев под предыдущим выпуском. Сегодня в начале и в конце выпуска играет трек, написанный одним из старых зрителей канала. Зовут его Алексей. Отличная работа, браток! Дальнейших творческих успехов тебе! Ссылки на соцсети Лёши я оставлю в описании. А ещё сегодняшний выпуск поддержали рублём и евро Игорь, Риш, Себастьян, Грандиас, Аноним, Егор, Кирилл, Олег, Женя, Ригдер, Джон, Кизару, Николай, Дроид и Пиксель. Спасибо вам большое за щедрость и добрые пожелания. Я проживаю на плюс шесть часовом поясе, катаю на Казахстане и Екатеринбурге. Пацанам привет от нас с Кизару. Выпуски примерно стараюсь делать не реже, чем раз в три дня по возможности. Пиццаеды, не забывайте, что для РФ есть хорошая скидка по промокодам во вкладке «Сообщество» на главной странице канала. Приятного аппетита и приятного просмотра. Погнали! О, тут прапор опять подкинул, чё-то по мелочи. Забираем страховку и плюшки от прапора. Убежище у меня сварилось солево всего, а один штук осталось пронести терапевту по квесту. Сразу же передаю свежесваренную солеву. Короче, сегодня я задался чёткой задачей притащить эту солеву, либо притащить составляющие, необходимые для варки этой аптечки. Уже, блин, четвёртый день, а я всё солевы не могу, три штучки найти какие-то. Так как будем солевы искать в лесу, то, возможно, ещё и пикник со стрельбой сегодня для прапора закроем квеста. Собираюсь в лес, а то я так-то уже собранный полностью, только ключ от завода мне не пригодится, а остальное всё оставляем как есть. Пошли в лес с утра бы раньше, застрахуем то, что имеем на данный момент. Надо уже приносить эту солеву, надо сдавать этот квест, надо открывать уже следующие квесты и потихонечку перебираться на локацию таможня. А то всё лес, да лес, лес, да лес. Получается, в этот рейд я иду чисто на охоту, нахожу. Нужна либо солева, либо гемостатик, либо пачки с саморезами, чтобы выменять этот гемостатик у терапевта и начать варку солевы. Вот это приколы у нас. Скакнуло напряжение, но хорошо, в начале рейда у меня компуктер выключился, так что... Но в начале рейда я успею. Ну, пусть не с начала рейда. Но зато спаун хороший. Да, в принципе, где бы я не заспаунился, у меня без разницы. Я всегда бы нашёл, куда побежать в первую очередь. Но тут надо бежать на базу Юсеков. Она ближайшая. Лагерь, точнее, Юсеков. Потом лагерь с квадроциклами. Оттуда бункер. А, я деньги забыл, да? Вот я, товарищ, молодец. Я же хотел на мосту выходить, чтобы потихонечку подкачивать эту... Доверие скупщика. Тушёнка мне понадобится. Сельпо будет такой квест. Быстренько, быстренько, не спеша тут осмотреться. Места вкусные по лотву. А значит, люди долго не заставят себя ждать. Сейчас подъедут. А если всё быстро и качественно сделаем, то... Подъедут, а меня уже тут... Нет. 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 Медобеспечения. Давай мне заливу. Или гемостатик. Ну, хотя перелив... Нужен. Всё же посмотрел, по-моему. Нет, не всё. Тут ящик есть. О, нифига, я чё пропустил бы. Круто. Присадка топливная. Всё, пошла возня. Нашли друг друга, товарищи. Пропашка. Пропашка мне нужен будет, но ещё не скоро. Пропашки, я думаю, я на тараканю, когда... На развязку буду ходить, там этого добра. Завались. Да, блин, туда-сюда и полный мешок. А ведь оно поначалу всё практически надо. Завод берём. Ящик с продовольствием. Мне для егеря ещё нужно две банки тушёнки найти. И плюс селёдка пойдёт на бартер. Сигареты на квест пойдут. Молочко внутрь примем. Не примем. Я глушитель нашёл. Всё. Подчистили. На следующую сопку. Пофиг, сходим, там есть тайничок же. Скорее щёлкает где-то. То ли под горами, там, либо на коттеджах. Пока не страшно. И одна вряд ли это коттедж. Скорее всего, скалы где. Вот он валун. И вот он тайник. И вот оно, дерево. Пистолет, пистолет. У меня ещё квестом два ЧВК надо с пистолетов завалить. Для аэродинамики смажемся, потому что на бункере диких уже могут быть дикари. Тут уже может быть стычка. Как с ЧВК, так и с дикими. Но нет, тишина. Показалось, стоит кто-то. Чего тут вкусного? О, уже вижу, тушёнка лежит. Чё-то не густо как-то. О, то, что доктор прописал. Мне реле надо затарить по самые помидоры. Реле-шка мне нужна для пищеблока. И магнит мне нужен. И саморезы нашёл. Так. Башка чая-то торчит, смотри. После того, как моргнул свет, опять у меня комф выключился. Когда я его запустил, из-за того, что некорректно была завершена запись, файл оказался битым. Там получилось два таких эпизода, где из-за того, что скакнуло напряжение, из-за этого у меня получилось два битых файла. Поэтому качество в первом рейде в некоторых эпизодах такое хромает на обе ноги. Потратил много времени на то, чтобы восстановить эти файлы, для того, чтобы можно было их хоть как-то использовать в редакторе. Но слава богу, что у меня вообще получилось как-то их в чувство привести. В итоге в запись это не попало, но я успел выйти из бункера застрелить этого дикого, и в этот момент моргнул свет. Мне оставалось только надеяться на то, что я не помру. Хотя место такое прям открытое очень было. Все нормально, я живой. По мне, правда, стреляли, я... Да, не попали ни разу. Стрелял кто-то. Дикий, скорее всего, на пункте питания. Я, блин, как капец в рубашке родился. Я прям на выходе из бункера стоял. Еще и дикого застрелил. Да, южный, северный посты у меня работают. Будем стремиться в сторону постов. Отсюда обойду этого дикого. Я просто не могу понять, где он. Я его не вижу. Он где-то матерился, орал, а я... Так, а, вот он. Вот так вот. Вот этот типчик по мне и стрелял. Мне просто повезло, что он не попал. Хотя у диких сейчас оружие такое, что они прицельный огонь. Дис такой дистанции... О-о-о, Адар. Но он наполовину мертвый, этот Адар. Он стреляет, капец, там не точно. Видимо, он меня только увидел, и я зашел в игру. Блин, жалко не успел я нажать запись. Давай и первого поглядим. Да будем варить отсюда. По-добро, по-здорову. У первого смотреть-то и нечего. Получается. Фигня. Быстро надо пункт питания обшарик. Вот эти сюрпризы вообще не алло. С перепадом напряжения. Вроде бы есть источник бесперебойного питания, но он, по-моему, у меня умер уже давно. Он у меня стоит только ради того, что если вдруг... Что если вдруг, наоборот, слишком высокое напряжение будет, может... И ПБ в первую очередь сдохнет, а не компуктер. Да у нас такое бывает. Со светом. То моргнет, то еще коньхерь. Все надо вынести, все. Выпью. Это съем. Ну, то есть, вазелин съем. А это выпью чай. Наверное, зря я в эту сторону поперся. Тут, если я и смогу найти, то только тушенку максимум. А мне бы Салеву по-хорошему найти. Салеву это лучше уже идти на... МЧС. Ну, раз уже сюда подскакал, чё, поздняк метаться. И тут снова вырубается у меня свет. Экстренно заканчивается запись. Некорректно снова битый файл. Снова я с ним ввожусь. Но ура, я смог его восстановить. Место не самое было безопасное, но, по крайней мере, там больше было шансов того, что я зайду в игру и выживу. Чем в предыдущем варианте. На бункере диких. Забегая вперед, скажу, что больше свет не моргал, больше компуктер не выключался. Дальше всё идёт как надо. Всё, живой. Нормально. Полчаса у меня ещё есть. Блин, у меня так компьютер нахрен сгорит. Так, северный блокпост. Северный пост, точнее, ООН. Это будет моя точка эвакуации. Я буду там выходить. Значит, я успею ещё коттеджи посмотреть. В саму деревню затопленную не буду, наверное, залазить. Может быть, и зря, но... Лучше уж тогда коттеджи посмотрю. Тем более, что у меня перегруз. Сейчас смотаться туда-сюда. А там тропинка популярная. На камнях возле палатки есть тайничело. Может быть, в тайниках это солево. Запросто, может быть. О, ОВДХ. Хорошо. Блин, хорошо, что я заглянул сюда. Мне ВД-40 маленькая. Это 100-граммовая нужна. Как раз безопасность поставлю себе. А, нет, не поставлю. Мне же на оружейника две. Ребит. Пассатижины. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, сейчас бартер сделаем просто. Как раз я в... О, вот этот пекарь я бы забрал 5-7. 5-7. Пойдешь со мной. Это Викину, да? ВД. ВД. Резерв. Подключаем. ВД за тарю. Все, ВД-40 у меня уже будет, это 100%. Даже если... Ой, ну там не нужна галгань какая, чтобы в убежище строить. Так, что, браток, тоже свет? Туда-сюда. Ой, мать твою, тихо, подожди. Кого-то, где ты? Из окна, что ли, долбит? А, ногу дома, по-моему. Все, хорош. Первого дикого тоже свет, походу, вырубили. Бежал в дерево куда-то. Или, может быть, это челобот? Нет, навряд ли. О, усики. Пять тысяч рублей, пацаны, надо забирать. Надо забирать. Пять тысяч. А сколько выход-то этот на платнике стоит? По-моему, как раз пять тысяч мне и хватит. Зашибись. На мосту еще никто не выходил. Если там есть тачка, то я, возможно, на тачке успею свалить. О, азимут. Я бы забрал азимут. Вместо РПС. РПС-ки у меня уже дома есть. И сайгу бы я тоже забрал. Давай переезжаем быстро в азимут. То, что конкретно буду выносить, чтобы уже больше не заглядывать в этот азимут. Красота, да и только. Сюда прицел на сайгу сейчас втащим. Почему не прогружается-то нифига? Все вслепую. Все на ощупь делать. Все самому надо делать. В убежище я же могу нос откручивать теперь. Ну, поняли. Фильтр этот откручивать от противогаза могу. Пару-тройку минут и фильтр есть. А они мне нужны будут. Не скоро, но понадобятся. Короче, посмотрю еще сумочку. Что будет, не будет. Пойдем в сторону коттеджей. Посмотрим коттеджи. Как раз выясним, есть ли тачка или нет. КОНЕЦ. Поехали. КОНЕЦ. ПОПОЛОСЫ. Точила ротненькая, а сколько стоит выход? Пять тысяч, нет, три тысячи, круто, зашибись, у меня хватает денег. А я иду и прикидываю, думаю, блин, сколько на таможне стоит семь тысяч, на таможне, по-моему, самый дорогой выход. Рукзак здесь кидану, хотя можно было там противогаз вытащить. На таможне самый дорогой выход, семь тысяч рублей, по-моему, стоит, или, по-моему, точно. На развязке, насколько я помню, три тысячи стоит. А здесь я почему-то думал, что пять тысяч, а он здесь тоже три тысячи, оказывается, стоит, надо запомнить. Вот она здесь, инфа сотка, но мало кто заходит в сухая сварка, или как она называется, холодная сварка, и сухая сварка. Во, пассатижики. Как раз на бартер пойдут болтики. О, болты забрал. Я с болтов поставлю себе. Знаете, что? Верстак. Тут лутано. Тут не лутано. А ну. Кто-то бежит. Еще четверых надо. Это дикий, скорее всего, патрулирует вдоль улицы. Редко какой-то чувака будет бегать. Настоящая Армания. Не надо гранату мне. Не надо. А это слепо. Так, пассатижи элит. Я могу выменять, если не ошибаюсь, там вот эти желтые плоскогубцы нужны. Что еще нужно, забыл. Что-то нужно. А, круглогубцы нужны будут. И, по-моему, у меня этот хлам есть дома. Но если меня сейчас доберем, он снял... А, вот он, второй труп снял оружие с него. Я не буду. Ковыряться, лутано все кругом. Быстренько прошвырнусь, чисто эти. Во, вот здесь не лутано. Здесь мало кто вообще лутает, я не знаю. В основном заходят в дома, в доме прошвырнуться. Чего увидели? О, то и забрали. Отвертка с красной ручкой мне обязательно просто нужна. Все. Двое пассатижей элит есть. Сухое горючее забрать. Если я вынесу эту отвертку сейчас, то мы закроем... 800 рублей. То мы закроем квест оружейник, часть первая. Я смогу выменять на два... На две штуки пассатижи элит и одну отвертку с красной ручкой. Смогу выменять MR-133, которая почти уже готова будет к сдаче квеста. Там только приклад надо будет поменять на пистолетную рукоятку и вместо фонарика ЛЦУ воткнуть. А ЛЦУ есть у кого купить. Это заберем квестовое. Блин, можно было... Заберу патроны на всякий. Так, что еще, что еще? Да пусто тут. 15 тысяч. И крайняя хата. Кто знает, может, тушенку заберу. О, вот они, круглогубцы. Плоскогубцы, круглогубцы и, по-моему, гаечный ключ. И это как раз бартер будет мне на пассатижи элит. Блин, если так пойдет, то я тогда еще и безопасность сейчас заряжу. Не то пальто, не то. Закрыт ящик. Что-то как-то слабенько лутонулись, если честно. Я говорю, чисто в хаты залетели, по столам пробежались. Что, есть староканили? Видимо, тоже чисто хавчик ищут. Перепрыгнуть можно где-нибудь? Ну и че, вот и все получается. Вот и все. О, шланг. Фу. Все магазины, все патроны, все повыкидывал вояка. Надо ехать домой. Пацаны, никто мою тачку не угнал еще? Нет, нормально. Что тут у нас? Нету ничего. Попить только есть. Тут тоже прошвырнулись. О, что-то есть. Чего? ЦП. Пачки. ЦП по квесту нужен. Будет. Хорошо. Ну все, точно можно домой ехать. А не, еще наверху сумка. Все, вкусно. Вот это, вот это. Вот это я добра сейчас вывезу до хаты, да? Как мне круто повезло, что я не помер. Пока перезаходил в игру два раза. А, деньга в сумке же. Сумка под елкой. Елка в лесу, а лезь далеко. Выкупился. Зашибись. Зашибись. Обычно за таким хламом ходишь на какую-нибудь развязку, да? Шланги, болты, присадки. А тут нифига. Тут все в лесу можно найти. И еду, и медицину, и всякие хоз, мос, бартерные. Так, если я вылечу, это будет эпик фэйл. Уж лучше сдохну возле тачки, да? Все, свет, можешь моргать. Я все равно выйду из рейда. Я же выйду из рейда. Похоже, что да. Да, непростой рейд получился. Четыре с половиной тысячи пятерых диких я настрелял. И это идет в копилку пикник со стрельбой в счет квеста от прапорщика. Так, приехали. Картина маслом. Места нет ни хрена. Ра-ра-ра. Надо немножко раскидать туда-сюда барахло. Нет, там не гаечный ключ. Там и коса кусачки нужны. Для бартера третий элит пассатижа я вымениваю. И теперь могу ставить смело безопасность. Все, три часа на это у меня уйдет. И отлично, будет безопаснее. Также вытащил реле. Ставлю пищеблок. Щедо еще. Но то, что варить тушенки можно будет, это здорово. Мне не обязательно будет их находить где-то вреди, копаться, ковыряться. Требования для уровня 2. Санузел второго уровня. Две щелочи. Четыре гаечных ключа. Два шланга и одна релешка. Так и запишем. И ставлю верстак. Я болты нашел. Мне только мультитул. Надо будет прикупить мультитул. Там же у механика. Вот он мультитул. 23 тысячи, там чуть больше. Все, ставим. Бам. Мгновенная постройка. Вот это сервис. Целый стол у меня теперь есть. Сейчас немножко раскачаемся до барахолки. Доберемся с горем пополам как-нибудь. Начнем там хлам покупать. И будем варить квестовые предметы, чтобы не бегать уже за этой мелочью. Требования для уровня два освещения. Второй уровень. Шесть болтов. Три набора инструментов. Две электродрели. И три оружейных хлама. Плюс второй уровень доверия у механика. Тут же механик меня выручает бартером на мурку. Требуется ружье с эргономикой больше 47, лазерным прицелом, расширенным магазином и сумма отдач меньше 950 единиц. Еще чтобы места много не занимало, не больше четырех ячеек. Потом поговорим. Не, ну а что, мурка почти готова. Магазин он уже идет в бартерной версии, расширенный на 6 патронов. Он стандартный, там на 4 патрона всего лишь идет. Просто снимаем приклад и покупаем пистолетную рукоятку у егеря. Бам, готово. Пластиковая рукоятка. МР-133, 153. Четыре ячейки. Круто. А дальше снимаем фонарик и будем ставить ЛЦУ. ЛЦУ у нас тоже продается. У ЛЦУ покупаем лыжника. То есть у лыжника покупаем ЛЦУ. Бам. Поставили. И все. По большому счету, ружу готова к сдаче по квесту. Единственное, вот этот прицел не нужен. Вместе с планкой его отрываем. Все, оружие готово. Эргономика подходит. Сумма отдачи подходит. Четыре ячейки занимает. Плюс есть все требуемые предметы. Типа увеличенный магазин и ЛЦУ. Так примерно выглядит она, если кому-то может быть удобнее так смотреть. Ну что, механик, я готов. Передаем. МР-133. И закрываем оружейник. Часть первая. Наслаждаемся жизнью. И смотрим, какие он дальше квесты мне выдаст. А дальше квесты он не выдаст. Надо качаться. Маленькие шокры. Но это все, конечно, интересно, прекрасно и все такое. Но мне надо идти за Солева. Я Солева-то так и не принес. Только саморезов пачку. Надо либо Солеву, либо пачку саморезов, либо гемостатик. Так, пошли еще в лес. Пойдем с утреца. Или нет, с утреца лучше пойдем. Да, страховываем. Вообще, не вылезу из леса, пока не вынесу Солеву, отвечаю. В общем, где бы ни заспаунился, сразу буду держать курс в сторону базы МЧС. Я думаю, что именно там можно найти Солеву. Там, по крайней мере, максимальный шанс ее нахождения. Мы появились на Доме Диких, да? Ого! На минном поле почти. Денис. На минном поле рожденный. Денис, миннорожденный. Тушенку можно случайно совершенно в Доме Диких встретить. Хотя она вряд ли. Не, нету. Ну что, тогда к озеру вдоль берега. Кратчайшим путем до МЧС. Я не вижу смысла на лагерь усеков идти. Вот отсюда потихонечку свой лутательный путь и начнем. Путь лутания. Подходишь. Чик, открываешь сумку. О, я магазины забыл. Гений тупой. Я ни одного магазина запасного не взял. И ни одного патрона запасного. Ой, Юмп. Спасибо, Тарков, ты услышал меня. Вот это я молодец, конечно. Вот это я молодец. Насчет сигарет надо посмотреть, что у меня там по сигаретам. Там по пять патчек раньше было по квестам сдавать, если ничего не поменяли. Я, по-моему, уже столько сигарет вынес, что они просто место у меня там занимают. Ну, курица до позеленения можно. Что-то тут у нас. Такие патроны не нам. О, тушенка, пацаны. Тушенка высокая. Как раз егерю нужна. Хорош. О, плюшек сколько. Мое. Все мое. Хер знает, что это тоже мое. Что-то как-то тихо. Что-то. Показываю. Как-то неприлично тихо. Вот эта штука надо. По-моему, этот никсер нужен для этого. Для второго уровня безопасный. Или для первого он раньше нужен был. Я что-то уже не припомнил. Тут в кустах есть тайник. Но этот тайник я вечно не могу найти. Реально, тайник, что тайник. И он всегда практически закрыт. Потому что его никто не может найти, походу. Где-то. Вот он. Пошел точно. Винстон. О, наушники можно стряхнуть свои. Не понял. Стальной шлем, говорит, отрыгивает ваши наушники. Верните старые мои наушники. Хрень какая-то, нифига. По-моему, раньше такого не было. Так сделали, видать. О. Есть движение. И в хорошем месте. Мне нравится, что там стрельба. Мне туда не надо. А народ, возможно, пойдет на звуки стрельбы туда. Для пищеблока мне одного как раз-таки не хватает там. Ключа. Куда все делись? Все лагерь юсяков пошли смотреть, что ли? Бункер диких. Пятерых же я в прошлом рейде застрелил. Было семь. По семь и пять. Это триднадцать. Получается. Ха. 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 Ключик зря я проигнорировал. Его же можно медички продавать. Я, правда, не знаю, сколько она отвалит за него. Мы это и выясним. У меня такой уже есть, двести третий. Он вообще квестовый. Но он у меня не имеется. Я думал, бронежилет какой. Я сейчас в любой бы бронежилет оделся. Потому что я с собой вообще ни запасных не взял, никаких патронов. Давай гемостатик. Не туда пошел. Короче, дело к ночи. Смотрю еще тогда палатку. На наличие флешки. И на ту сторону можно чесать. Не можно, а нужно. А вообще, можно было бы, раз тишина, серый ангар, еще посмотреть. Главное определить, есть ли свет лазерский или нет. Если их нет... А, кто-то стрелять начал теперь. Как бы мне их подразнить на скалу? Залезть с сумкой. Раньше это безотказно работало. Вот, тушенка. Ой, фак. Нормально. Вот так вот. Нет флешки. Я бы вообще и фак забрал, если честно, домой. Ну, что тут у вас? В сером ангаре очень часто можно найти аккумуляторы. Поэтому проходить мимо, если есть возможность, я вам не рекомендую настоятельно. Заходите, смотрите, чувствуйте себя как дома. Но не забывайте, что вы играете. Все, вопросов больше не имею. Воевать с вами я отказываюсь. Откуда вы кидаете? А, вон, вижу, на 1, 2, 3 он пошел. Вот это вот выстрел мне вообще не понравился. Это что, там Светло-Озерский трется, что ли? Блин, на МЧС началась возня. Сократим здесь путь сейчас. Выносливости не хватает. Сейчас тут отдышимся. Убежище отдышимся, получается. Качок Светло-Озерский завалил меня. Вроде меня стрелял. С СКС-ки глушеный, наказал меня. Но мы не сдаемся и не отчаиваемся. У меня есть трофейная сайга хорошего качества. С этой сайгой я пойду еще раз в лес. Сдохну, но вынесу сальеву сегодня. В лес. Ближе к 9, погода, кстати, портится. Но это нас не смущает. Мы не сахарные, мы не растаем. А мы пойдем в лес и будем дальше искать. Тушенку, жалко, не вынес. А так пофиг. Не выйду из рейда, пока не найду. Либо салеву, либо самореза в пачку. Либо гемостатик один хотя бы. Ну, либо пока не сдохну. Так, хорошо. Северный, то есть южный. Вечно я их путаю. Это южный. Пост-ООН. Значит, МЧС рядом. Туда и идем. Похоже, что я первый в МЧС. Гемостатик на столе тут частенько спавнится. Ну, как назло, не в этом рейде. Капец. Ну, чего, 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 чего не даете гемостатик-то? Дайте саморезы хотя бы. Это продовольствие. Давай тушенку-то для две банки. Понял. Опачки. Аналоговый термометр. Пригодится. Тот подходит. Уже дикие подошли, да? Или не дикие ни разу? Или цивилизованные? Блин, ну мне некогда тут в прятки с тобой играть. Давай, вылази. Или ты тут пролезть хочешь? Нет, нет, Аннука. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Хотя, хотелось бы диких добить. Афак. Афак, ёпперс-то. Впитаем молочка. Ваше здоровье. Это болезнь в игре лучше, чем в жизни уже. Меня напрягает понимание, что тут кто-то вокруг этой базы трется. А кто непонятно. Каждый раз, когда открываю сумку или заглядываю в ящик, открываешь ящик и думаешь, пролетит в лоб пуля или нет. Да это дикие, походу. Надеюсь, это ты на парадке там двигался. Да, скорее всего, его находил. О, шинку я бы принял. Можно даже вот так сделать. А пока хирургического набора нет. Пока нет такой роскоши. Пусть хотя бы шина будет. Да чё, несерьёзно. Ну дайте уже солевую ящику. Вот это заберём. Сколько можно я уже... Блин. Ой-ой-ой, я в тольмоскоп. Медичка его и без галки купит хорошо. Но он мне нужен будет. Сто процентов. И по квесту Емеля теперь лежит тут на стульчике. И тут в ящике Емеля, когда он уже не нужен. А вот разве вот нужен. Не самый хороший патрон, но... Чем богатый? Не зря я его выкинул. Он же занимает 6 ячеек, а вмещает 8. Хе-хе. Сейчас матрёшку будем мутить. Вот так вот. Вот так. Чё ещё? Сто процентов заберём морфи. Сто процентов заберём её с гуху, наверное. Ещё наверху есть пару ящиков. О, видал? Смотри, наглец какой. А давай шуганём. Но всё равно отсюда уходить будем. То ли топорист, то ли... Пистолетчик какой-то. Ладно, занимайся там. Хе-хе-хе. О, топливо. Здравствуйте. Топливо мы заберём. Пожалуй. А то генератор на воде отказывается работать. Понятно, на лесопилку не ногой, значит. Надо в обход идти. А в обход... А, слушай, почему бы и нет? Там же на палатке есть провизия. Плюс там дикие вдоль скалы есть. О, нифига, я чё нашёл. Чего-то, чего-то. Ну, привлекай туда внимание. Хорош. И оттуда тогда на окраины двигать будем. Хотя, чё, какие окраины? Нифига, я не нашёл ещё ничего. Пойду в деревню тогда. И возле самолёта есть провизия. Э, а машина же тут ещё внизу. Возле машины ещё провизия спавнится. Тут у машины не только провизия, но ещё и ключики можно раздобыть. Редко, конечно. Но бывает. На МДР прицел могу присобачить. В целях экономии времени. Ой, времени, говорю, места. Ячейка, конечно, не жирна, но... Для дальней дистанции что-то с дробью 7 миллиметров стрелять. Такое себе. Даже топориста не убил. Около 10 патронов. Вау. То есть применять только в случае крайнем. Не-а. Ну, пойдём в сторону палатки тогда, чё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Не вижу, как сквозь землю... Там, по-моему, Солева лежит, парни... Солевушка... Бро, не убивай! Не убивай, бро! Я все, я пошел! Все, никакой мне... Никакие коттеджи не нужны! Я домой хочу! Злые сушники... Тушенки нет! Пока это все происходит... Мне это все пока нравится... Но вот теперь я с огромным перегрузом... 47 килограмм... Мне... Я вообще не мобильный ни разу теперь... Где дикие все? Я вообще не понимаю, как это все происходит без диких... А вот он... Вспомню давно, вот оно... Снайпер, что ли? Опа! Блин, и тут, и там шуршат! Есть! Все, квест... Квест, алло, закрыл! Ах, надо выйти, надо выйти, надо выйти! Кто-то там с СКС наяривает... Походу, диких себе тоже настреливает... Как раз там, куда мне идти надо... Но я вдоль воды потихонечку пойду... Не здесь, сейчас, наверное, я лучше, знаешь, как сделаю... В обход скал пойду... Только тут кто-то... А вот же он... Вот я кого слышал... Ты ладно, фиг с ним, с лутом, с этим, походу, да? Сейчас тот чувака, я его, если не добил, стопудово подтянется... Короче, план таков, сейчас все в обход, это все дело сделаем... На КПП перебегу на сторону леска... Леска... И в леске там спущусь к воде, и вдоль воды к окраине как раз и выйду... Звучит, по-моему, как музыка... Понятно... Что ничего не понятно... 31 минута... Вроде бы как все движение ушло в сторону новой территории, и здесь... Думаю, выйти вообще резонно можно... Стоит там, дикий... Зафигачим, чтоб не шумел он там... Все, аккуратно здесь пошумел... Сюда внимание... Привлекли... А сами в глушь... Да ну... Нифига себе, до сих пор калаш там стреляет... Это на спящем примерно... А мне там идти... Да кто на спящем... Это на выход... Вероятнее всего... Откуда он там в эту сторону-то будет идти... На спящем... Это... Те, кому... По пути со мной... Да пошел ты тайник, знаешь куда... Хе-хе... Ну, как будто перемещается каждый раз... Обойдемся без тайника... Ух ты, блин... Там, значит, дикий лазает... Я на линии огня прям... Стреляли оттуда, а пролетает сюда... Или там какой-то... Со сверхспособностями игрок... Или я просто реально на линию огня попал... Пусть немножко устаканится там... А мы посмотрим флешку... Ибупрофен, что ли, нашел? Неизученный предмет... По-моему, я аугументин уже находил... Да, это ибупрофен... Это хорошо... Целый тюбик... Вместо таблеток таскать... Куда удобней... Нормально? Нормально... Шпротина только... Но нам это неинтересно... Нам интересно домой идти... У меня солево целое... А тут какая-то нездоровая возня начинается на лесопилке... Кто-то потревожил светло-озерских, видать... Выносливости подкоплю... Чтобы, если что, можно было горцануть здесь... То открытое прям... Лысая территория... Не дровинки, не травинки... Не, у меня не хватает нервов тут пешком ходить... Ну чё... Я угадал, здесь стреляли же, да? Всё открыто... Значит, шли на выход... А тот... С СКС... Тоже, скорее всего, на выход шёл... Либо он там давным-давно уже трятся и... Вот это заберу лучше... И магазин тоже заберу... На всякий случай... Ну всё, я почти вышел... Зашибись... Я всё-таки вынесу, похоже, сегодня заливу... И можно будет... Посмотреть, чё там дальше по квестам она мне... Ну, скорее всего, это будет Водолей... А, нет, Санэпидемнадзор, по-моему, ещё чё-то там будет... Да, вот сейчас выясним... Выясним... Главное, выйти... Бля... Хомуха, у меня гости... Твою мать... Ты чё, гад, пас меня, что ли? Последний магазин... Вот так вот... Вот зараза... А вот и СКС... Да, УП, СКС... Он, походу, меня увидел и... Преследовал меня... Теперь Хантер можно выкинуть... А СКС забрать... Капец, на самом выходе, мужик... Ты чего? Стрелял бы диких своих, да стрелял... Или он просто не увидел, наткнулся на меня... Чуть салеву не профукал, прикинь... Аж колотит всего нафиг... Я вышел... Я вышел... Сегодня как-то... Что не рейд, то с сюрпризом... С каким-то... С изюминкой, мать его... По месту печально... Я вот сейчас... Куда выгружу это всё... И опять начнётся то же самое... Избавляюсь я, наконец, от квеста дефицит... Закрываю... Третью салеву я с горем пополам принёс... Выгрыз её зубами... Когтями вырвал... Из лап смерти... Санэпидемнадзор... Часть первая... Теперь газоанализаторы надо рожать где-то в рейде... И операция водолей... Найти спрятанную воду в общежитии... Это второй этаж... Двухэтажка... Но там комната закрыта... Надо будет ключом разжиться... Либо по позднему времени рейда... Заходить туда... Может кто открывал... И прапору сдаю... Пикник со стрельбой... Я не планировал сегодня закрывать этот квест... Честно говоря... Потому что у меня будут ещё... С убийством диких в лесу квесты... Но так уж вышло... Застрелил всех... Это всё из-за салевы... Во денежный квест... Посмотри... 70 тысяч рублей... Может быть... Давай... Пофиг сделаем... Но мне серьёзно... Уже некуда всё это складывать... У меня битком забит склад... Пошли... Пофиг на завод... 15... Галышом просто вытряхиваю... С пистолетом... Балаклавой... И набором экстренной медицины... Всё будет хорошо... Но не у нас... Самый лучший вариант... Конечно... Это бедолак каких-нибудь встретить... Чтобы они... Такие же как и я... Были... Хросапчиками... Голенькими... Сразу... Аэродинамику... Ну нормальный спаун... Напротив меня как раз есть спаун... Слева есть спаун... Ну выходите... Рубиться просто... Один пистолетчик отъехал... Ооо... Двести двадцатая... Вкусный ключ... У меня гости... Ты чё серьёзно? Хе-хе-хе-хе... Все мимо... Аэродинамика... Господа офицеры... Солдаты-матросы... Вперёд! Геройствовать! Один пистолет... Одна обойма... Ой, нет... Я так их не хочу... Пацанов встречать... А можно мне чуть попроще какого-нибудь? Пару топористов вообще было бы... Сказочно! Да нафиг бы ты мне тут сдался-то, а, дикий... Зачем ты пришёл сюда? Патроны тратить на тебя... Я тогда тебя ограблян, то убиван, то пистолету... 155-й дробовик подвезли... Симпатичный... И, скорее всего, он будет модиться прям вкусно... Может быть, попроще будет делать... Квест... С этой ушанкой грёбаной... А то 153-я, она вообще никак не модилась практически... Не, можно было, конечно, но это стоило... Неоправданно больших денег... Неоправданно больших денег... И то получалось длиннючая, как... Чёрте чё... Неправильно ты бутерброд кушаешь, дядя Фёдор... Хотя, смотри, ключ от кабинета... А я 220-й так и не оставил дома... Молодец... У нас будешь работать... Так где вы все? Давайте уже убиваться там в кобрушку... А то... Это неправильно получается... Вышел на завод и лутаюсь... Для кого-то лут собираю... Офис этот посмотрю, если никого не будет, пойду домой... Не буду ждать челоботов... Да, завод с куртяхами... Смотри, сколько ключей уже дал... Каждый рейд хороший ключ... Ну вот, наконец-то... Во, ЧВК! Давай-давай, базаришь! Блин! Стоять! Эх, не повезло, не фортануло, как говорится... Таблетку... Опа... Да почему ты не умер, твою мать? Ты чё, раздеваешься надо мной, что ли? Там весь интеллект вылетел уже через каску... О, другой уже, смотри... Нет-нет, я хотел присесть... А нажал на пробел нечаянно... Всё, я теперь в бронежилете... Манал я уже... Откисать от хотя бы дроби, от этой... О! Видел, да? Рука торчала... Точно... О, упал... Чё, серьёзно? Ты чего? Ты чего? Да, упал... Я просто прицелился... И выстрелил... Ой-ой-ой, это ещё и Юсек... Ой, какой красивый... Мне твой жетон очень пригодится, братуляц... Ты очень добрый ко мне... Надо было, оказывается, бронежилет одеть... Чисто для этого... Для состояния... Для самоощущения... А то когда голый идёшь, как-то вообще сжато вообще ходишь... Ага, душевых... Ща, братуля, я тебе... Встретчу по-братски... Охрен-то она где-то... А, он здесь... Заходи... Отказал он наверху, да? Да, он побежал в ту сторону... Варёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё ну вот видал бронежилет ни хрена не спас но зато а чё не лутается не понял фотофак чё ты тарков я же честно убил его в честном бою почему я лутать его не могу или это какая-то грязная особь или это просто игра не не понимает ничего ли он притворяется что мертвый нет труп написано не могу лутать прикинь чё за нахих фиг уж кнопка не работает нет работает странная возня конечно ну и ладно я тогда сейф куртки картотеки на наличие газоанализаторы и прочих прелестей буренька посмотрю мне уже тут терять нечего я уже квест закрыл самое страшное позади надо было мне ключ я вот не помню ключ от выхода с завода я находил или нет не помню не помню по моему я его находил этот ключ от выхода с завода в общагах хочу его с собой не взял то он я с собой его не взял потому что я пришел сюда умирать ничего серьезного свеча правда интересная интересный экземпляр и саморезы теперь появились спасибо спасибо когда я вопросы жизни и смерти решал поисках соли все нормально было тут тебе все ничего не хочет он дальше лутаться ну чё давай первый этаж позырю тогда да и все там еще пару курток просто висит там еще ящик по моему с инструментом есть пофиг может газан зацеплю среди или тут утонули уже может быть тот типчик и утонула не навряд ли я сюда быстро подскочу девятки нормально вот те ключик рбмп чё-то чё-то задрем рб ключи хорошо продаются же так что возможно я сейчас еще и себе наконец кейс для хлама куплю все челобота видимо уже выпустили на карту не заходи сюда не заходи ты чё блин только домой собрался это мой дом еще один иди отсюда пацаны пацаны нормально нормально 1200 я главное радик дырявый но ты вообще товарищ не товарищ 2 чувака убит из пистолета квест я закрыл 70 тысяч забираю а значит куплю себе кейс для хлама рбмп 13 надо попялиться чё за ключик такой интересный может быть вы стоит себе оставить чем продавать то продать мы всегда все успеем комнату на первом этаже белого коня открывает там говорит обычный лут и картотеки дачу я за картотеки лучше продам он мне сейчас лучше денег он принесет больше пользы движуха квест закрываем про их чувака убили с помощью пистолета торговля прошла успешно официально заявляю все тряпки я поперепродавал и покупаю кейс для хлама можете поздравить с крупным приобретением какая красотища теперь в схроне смотри все расфасовал все раскидал кейс для хлама вообще очень сильно выручает на особенно на минимальном паке когда у тебя схрон микроскопический короче единственное что я не так сделал так это то что три тонны оставил а азимуты продала азимуты чуть дороже я побоялся что у меня денег не хватит на кейс для хлама так что немножко профукал но ничего азимуты мы легко найдем на диких часто они встречаются место в схроне теперь есть можно ходить даже за дикого и выносить больше всякой всячины вот этот денек так денек на этом у меня все буду заканчивать на сегодня всем спасибо за просмотр выпуск надеюсь вам понравился спасибо всем за поддержку материальную моральную кто забывает постоянно пальцы вверх поставить не забывайте всем хороших рейдов отличного настроения приятной игры увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания